Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе посетил 25 апреля следственный изолятор номер один «Кресты», где впервые в истории следственных изоляторов в рамках Года культуры России открылась выставка картин. Чем больше будет храмов, тем меньше будет тюрем, сказал владыка журналиста. Он также обратился к содержащимся в изоляторе с архипастерским словом. Всем желаю духовной такой пасхальной радости, помощи воскрешившего Господа в вашем непростом случае. Но, как говорится, мы сами кузнецы своего счастья и своего несчастья. Что случается, то случается. И ведь что мы сами делаем, то и получаем. Поэтому Господь здесь ни при чем. Он, как лечащий врач, старается нас избавить от больших, горших лук. И поэтому будем Бога благодарить и воспевать Ему всегда пасхальные песни. Благодарить Господу, что Он нас еще терпит на земле и дает нам шанс исправиться и покаяться. Аминь. Выставка составлена из репродукции ста картин Карла Борелова, Ивана Шишкина, Исаака Левитана и других мастеров, представленных в Государственном русском музее. Вместе с митрополитом Варсонофиум ее открыли заместитель директора Государственного русского музея Анна Цветкова. Начальник УСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорь Потапенко. Начальник СИЗО-1 Вадим Львов. Работа, которая представлена сегодня, это, в общем, рестоматийная работа, которая нам известна с детства. Этот проект для нас очень важен тем, что люди, которые не могут посетить нашим музеем, они смогут к ним прикоснуться здесь, в том, к репродукции. Но мы уверены, что самые теплые, самые лучшие чувства в их сердцах поселят это выставка. С вашего благословения, Радыка. Мы показываем прекрасные картины одного из ведущих музеев нашей великой России. И показываем не всем желающим. Все желающие могут действительно и в городе, и в музеях посмотреть, те, кто может свободно передвигаться. Показываем тем людям, которые временно оказались в местах решения свободы, в частности в данном снестом изоляторе. Огромное спасибо организаторам, руководству музеевам. Конечно же, уважаемые ладыка, вам, за то, что нашли время и благословения, начало этого мероприятия. Спасибо вам. Открытие экспозиции стало знаменательным событием для содержащихся в изоляторе. Ведь люди, лишенные свободы, не лишены права соприкоснуться с великим искусством. Вы знаете, тут такое большое количество картин и разных авторов. То есть, в принципе, любой человек, который, ну, хоть как-то, как-нибудь хорошо, вот, если зубить, найдет то, что ему нравится. Следственный изолятор на арсенальной набережной был некогда главным централом Российской империи. Сюда заточали уголовных и политических преступников. А в 1917 году – министров царского правительства, полицейских и сановников. В период большого террора здесь содержались невинно репрессированные. Сегодня здесь находятся взрослые подследственные. В 1993 году их впервые после революционного времени посетил православный священник. В восстановленном храме святого Александра Невского уже несколько лет совершаются богослужения.